В этот день, ровно 30 лет назад, советские войска покинули земли Афганистана. Десятилетняя война для нашей страны закончилась, но какой ценой? Почти 14 тысяч солдат так и не вернулись на родину. Были среди них и парни из Хакасии. Сегодня имена этих бойцов знают немногие, но память о их подвиге навсегда сохранили боевые товарищи. Петр Бяков вспоминает, в 89-м его отправили в город Шиндант, в самое пекло. Больше всего молодого бойца тогда поразило, в каких тяжелых условиях наши солдаты находили в себе силы для сострадания и милосердия. Мне очень сильно запомнится один случай. Впереди шел БТР, к нему подбежала группа ребятишек. И вот наши солдатики там, кому банка тушенки, кому еще что-то. И вот на моих глазах афганец, которому лет 10 хватает эту банку тушенки, берет камень, камнем ее раз-раз вскрыл. С этой крышечки сделал ложку, съел содержимое, эту банку взял, выбросил и идет к нашему БТРу. Еще просит, ему еще дали там. Наши солдаты, говорю, и офицеры делились последними с мирным населением. Воевал на исламской земле и Вячеслав Идемешев. В Афганистане был пилотом Ми-8. Признается, до этого и не знал, какая она война. За Афганистан я налетал 484 боевых вылета, 333 часа налета. Во втором боевом вылете получил 16 пробоин. Думал, куда я попал, думаю, наверное, не выжить. Впереди еще целая служба. Чуть ракета не унесла в жизни нашего экипажа. Тоже хорошо, что пролетело мимо. Солдаты из Хакасии проливали кровь не только в Афганистане. Нашим землякам хорошо знакома негостеприимность Венгрии, Югославии, Африки. Сегодня память о тех, кто не вернулся со страшных сражений, почтили возложением цветов к мемориалу сыновьям Хакасии и троекратным залпам. Виктория Титова, Руслан Шалгынов, Андрей Даржун, РТС. Редактор субтитров А.Семкин